Добрый вечер, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях благочинный Серпуховского церковного округа, настоятель собора Николы Белого, отец Игорь. Во-первых, здравствуйте! Хочется поздравить вас с Новым годом и задать животрепещущий для многих православных христиан вопрос. Как в Рождественский пост не лишить себя встречи Нового года, и есть ли такая возможность у православного христианина? Добрый вечер, дорогие телезрители, уважаемые братья и сестры! Здравствуйте, Ирина! Действительно, в сегодняшнее время Церковь переживает дни Святаго Рождественского поста. И, как мы знаем, не за горами праздник Новолетия или Нового года, который приходится в преддверии Светлого Рождества Христова. И для человека, соблюдающего церковные традиции, посещающего богослужения, который участвует в Святых Христовых Таинствах, конечно, возникает вопрос, как провести этот праздник с родными и близкими людьми, тем паче невоцерковленными, не обидев их, и сохранить любовь и мир в душе. Мне бы хотелось пожелать нашим дорогим телезрителям, сказав о том, что пост, в первую очередь, учит нас любви к Богу и ближнему, что пост — это воздержание от страстей, от тех вредных привычек, которые мешают человеку вести благочестивую жизнь. Но и в то же время мы должны не забывать о том, что дни Святого Поста направлены для созидания своего внутреннего мира. Ведь нас окружают бабушки, дедушки и те люди, которые выросли в советский период времени. И по определенным причинам они воспитывались в других традициях. Также нужно не забывать о том, что мы живем с вами в Российской Федерации, в стране, в которой есть свои государственные праздники и устрой жизни трудового графика. И, как правило, на этот период времени выпадают выходные, которые необходимо провести в кругу семьи, любви и радости. И когда наступает эта ночь, когда все садятся у телевизора, смотрят поздравления президента и, возможно, открывают бутылочку шампанского, чтобы поздравить друг друга, православному человеку хочется пожелать, чтобы он ни в коем случае не осудил тех людей, которые рядом с ним. Хочется пожелать трезвенного разумения, чтобы этот день стал радостной встречей с близкими, помятуя о том, что грядет встреча с родившимся Спасителем. И хотелось бы пригласить всех зрителей, дорогих братьев и сестер, на новогодние молебны, которые проходят в преддверии новолетия. Как правило, новогодний молебен проходит 31 декабря, или по окончании Божественной Литургии в утренний период времени, или в вечерний период времени во второй половине дня. И это замечательное событие предверяет для православного человека эту новогоднюю встречу. Скажите, пожалуйста, а как правильно отмечать праздник Рождества Христова? И как готовиться к встрече этого самого светлого в православии дня? Встреча праздника Рождества Христова начинается задолго за 40 дней, началом Рождественского поста. Как уже было мною сказано, пост — это период воздержания от своих страстей. И люди в своей семье готовятся каждый, как может, согласно своих обстоятельств. Ведь мы с вами рабочие люди, и в основном проводим большую часть своей жизни, каждый на своем послушании. Утром, уходя из дома и приходя поздно вечером, порой не видя родных и близких. И, конечно, очень тяжело человеку в этом графике найти время для того, чтобы провести этот период времени в молитве и не забыть про Бога. А у нас сейчас как раз звонок в студию. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть ли пост для детей? Есть ли у них какие-то определенные правила, и могут ли они наравне поститься со своими родителями? Огромное спасибо за ваш вопрос. Вопрос действительно актуальный, потому что маленькие дети, они воспитываются в семье. И очень важно, чтобы родители подходили грамотно и по благословению того священника, которому они ходят в храм. Потому что есть возраст младенческий, а есть отроческий. В младенчестве детям не рекомендуется поститься, но все нужно согласовывать с священнослужителем, и чтобы это решение принималось в семье обоими родителями. Если мы говорим об отроческом периоде, то здесь идет период воспитания, когда ребенку нужно уже внушать о том, что пост — это воздержание от тех минутных радостей, которые порой не хватает ребенку. Это может быть телевизор, игра в игры компьютерные, или какие-то те вещи, которые не приносят ему пользы для его пищи. Какие-то сладости или те усилительные мероприятия, которые хотелось бы, чтобы ребенок понимал, что от них нужно воздерживаться, дабы воспитывать себя во славу Божию. Отец Игорь, но многие родители в то же время, соблюдая пост, такой же пост и, как это объяснить, для своих детей, в том числе, используют. Как вот это? Это правильно все-таки или нет? Вообще работающему человеку достаточно тяжело в его ритме жизни соблюдать пост в еде. И это большой подвиг, когда человек берет на себя крест поста, но хотелось бы здесь подчеркнуть именно поста, но не диеты. Когда человек начинает свой день с молитвы и заканчивает также совместной молитвой в своей семье с детьми, помолившись, попросив благословения на грядущий день. И в течение дня старается соблюдать пост в еде, но не прерывать молитву в его сердце. И хотелось бы, чтобы, когда человек на своем рабочем месте несет это послушание, этот великий труд, он не возгордился и ни в коем случае не стал бы смотреть с людей свысока. Что порой мы также встречаем, когда люди, сидя за столом, в обеде на перерыв, могут не совсем корректно быть со своими ближними, которые только присматриваются к несению этого поста. И хотелось бы также подчеркнуть, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры, о том, что пост в еде, он необходим человеку для борьбы с его страстями, но не становится во главу угла отношения к пище. Отец Игорь, расскажите, пожалуйста, сейчас очень многие современные семьи используют атрибутику, в том числе и встречу, как и самого праздника, по китайскому календарю. Например, в этом году встреча 2018 года знаменовывается с годом желтой земляной собаки. Родители покупают детям костюм, опять же, на утреннике, дома различные атрибутика, причем по китайскому календарю. Правильно ли это или нет? Здесь, конечно, хотелось бы вернуться к традиции русского человека. Это никогда не было присуще исконно русским традициям встречи Нового года и Рождества Христова. Если мы говорим о праздновании Рождества Христова, то это всегда были калядки, те песнопения, посвященные родившимся младенцу. И атрибутика была соответствующая. Это была пища определенного характера, которая готовилась всей семьей. Это были песни и хороводы, которые проводились на улице. И никогда русский человек не сводил тот или иной наступающий Новый год с китайским календарем или звездами. То есть это пришло к нам немного из другой атмосферы, не присуще традициям русского человека. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы для расширения кругозора, особенно если мы изучаем культуры других народностей, это имеет место быть. Но мы должны все-таки относить себя к той культуре и традициям, в которой выросли наши предки, и все-таки говорить о родившемся Христе. Отец Игоря, скажите, пожалуйста, а как Вы отмечаете новогодние праздники? Новогодние праздники для моей семьи всегда проходят в богослужениях и совместной молитве. Потому что каждый священнослужитель, он встречает праздник в храме, участвуя в богослужении. И когда есть такая возможность, я всегда рад видеть семью на этих богослужениях. Но так как маленькие детишки не всегда, они могут выдержать полноту этой радости в силу их немощи и тех ситуаций, которые возникают для того, чтобы они попали ночью в храм. В качестве это большое количество людей. И мы стараемся с детишками приходить на литургии, которая происходит на следующий день. Детская литургия. Уже неоднократно в храмах нашего города устраиваются такие литургии. На следующий день после ночной службы. Если брать проведение дома, то, конечно же, мы стараемся с матушкой поздравлять детей уже после Рождества Христова, когда я попадаю домой. И не всегда это бывает в сам день Рождества Христова, потому что есть те послушания, которые несу я в храме. Если брать праздник Новолетия, Нового года, то этот праздник, как правило, происходит в нашей семье достаточно скромно, тихо и мирно. Если есть возможность, к нам приезжают наши бабушки и дедушки, которые живут неподалеку, дабы начать тот период времени подготовки к Рождеству. И стараются остаться с этого периода, так как у них начинаются выходные на их светской работе, до Рождества, чтобы помочь супруге с детьми. Впереди сейчас идет уже Рождественский пост, впереди встреча Рождества Христова, и серпуховичи будут отмечать в том числе и праздник Сочельника. Как он у нас пройдет? Праздник Сочельника, он всегда предверяет Рождественскую ночь. В этот день служится утром Божественная Литургия по особому чину. И по традициям в этот день не вкушают пищу до первой звезды. После богослужения освящается сочево, пшеница с медом и раздается верующим. И до первой звезды, которая возвещает о родившемся Спасителе, человек не вкушает пищи. Но это та благочестивая традиция, она сугубо индивидуальна, чтобы люди могли быть в ожидании, что вся природа, небо ждет рождения Спасителя. И первая звезда возвещает нам о том, что эта радость настала на земле. Также еще впереди и крещение. Можете рассказать, как у нас в городе будет тоже праздноваться? Это тот прекрасный праздник, который завершает череду святок, когда после Рождества наступает период от Рождества до Крещения, период святок, окончание Рождественского поста. И люди приходят друг к другу в гости, делясь радостью о родившемся Христе. И заканчивается этот период крещением Господним, когда Сын Божий входит в реку Иордан, или как этот праздник еще называют Богоявление, явление Святой Троицы. Этот праздник в нашем городе уже проходит неоднократно, всегда очень радостно и массово. Хотелось бы пожелать и напомнить людям, что в сам праздник Богоявления в первую очередь необходимо посетить церковь, а уже потом, если есть внутренние силы и усердия, посетить купели, которые, я думаю, также будут организованы участием главы города, участием силовых структур, для того, чтобы люди спокойно, благочестиво смогли эту традицию окунуться в холодную воду. Многие серпуховичи, кстати, стали замечать, что у нас в храмах в городе предстали в новом свете. Ваше мнение? Это очень удивительный подарок, который наш город обрел, как не случайно, в канун Нового года и Рождества Христова, что действительно четыре храма – это Троицкий собор на Соборной горе, Ильинский храм, который не закрывался в городе, рядом с ним Успенский храм и храм Всех Святых, около стадиона труд. То есть это те четыре храма, которые имеют архитектурную подсветку и засияли еще более своей красотой в темный период времени. Отмечают и прихожане, и с большой благодарностью видят в этом великую любовь и заслугу тех людей, кому город не безразличен. Поэтому хотелось бы за это поблагодарить главу города и тех людей, которые постарались такую красоту воссоздать, для того, чтобы люди даже в темный период времени, увидев храм, могли обратиться к Христу. И все-таки давайте вернемся к вопросу о соблюдении поста. Все-таки как правильно его соблюдать? Можно ли при этом вкушать пищу, но и духовно быть, как бы духовно читать молитвы? — Хотелось бы напомнить еще раз всем, что после этого издержания человек может и вкушать пищу, и совершать молитвы, но во всем должно быть разумение, чтобы не забывать и про душу, и про тело. Потому что когда человек может запаститься или уйти в ту или иную крайность, его покинут физические силы, и он перестанет исполнять свое послушание непосредственно ту задачу, которая несет людям пользу. — А мы сейчас прервемся. У нас очередной звонок в студию. Здравствуйте. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Не подскажете, вот как объяснить подруге? У нее, когда начинается пост, она не соблюдает его, а как будто сидит на диете. Начинает с ней общаться, она меня не хочет слышать. И для нее пост — это как будто просто, чтобы похудеть, очистить организм. Как лучше построить разговор или, может быть, что-то сделать? — Спасибо большое. Действительно, этот вопрос очень многих волнует. Как пост может ассоциироваться с диетой? Но здесь хотелось бы сказать, что человек, который избирает для себя диету, он должен понимать, во имя чего он это делает. Делает он ли во имя своего действительно телесного здоровья, потому что ему врач прописал тот рацион питания, который способствует его оздоровлению тела и души. Но в то же время нужно понимать, что диета во имя своего самолюбия, во имя своей какой-то гордыни и тщеславия, она не принесет пользу душе. Что человек будет настолько зациклен на своем теле, забывая о Боге. И здесь, конечно, диета, она не будет являться полезным для его жизни. Все должно быть гармонично, чтобы тело помогало его душе возрождаться и очищаться от грехов. А могут ли соблюдать пост, точнее, не соблюдать беременные женщины? Безусловно. И болящие люди? Безусловно, конечно же. Я еще раз хотел бы напомнить, что когда человек вступает на подвиг поста, необходимо проконсультироваться со священником. А если человек находится тем более в сложной физической ситуации или особенной ситуации, то ему нужно проконсультироваться с врачом, что ему необходимо для поддержания сил. Потому что всегда человек может подойти к священнику и взять у него послабление на вкушение той или иной пищи в определенный период времени, чтобы она способствовала его выздоровлению и поддержанию сил. Беременные, конечно же, не постятся. Но если такие встречаются прихожанки, берут на себя подвиг, будучи беременным поста, то здесь, конечно, нужно наблюдаться у врача. И хотелось бы пожелать их мужьям, чтобы они внимательно за ними смотрели. Скажите, пожалуйста, возвращаясь опять же к атрибутике, каких дома предметов вообще не должно быть, которые противоречат, так сказать, православию? Вот сейчас год желтой земляной собаки. Мы, как люди православные, люди крещеные, должны бояться язычества, бояться того, когда мы пытаемся возвести в культ тот или иной предмет, символизирующий праздник. Ну, например, новогодняя елка – это обязательный атрибут Нового года. Какие игрушки, возможно, нельзя вешать на елку? Гирлянды, звезда? Здесь сугубо, я думаю, личное отношение каждой семьи. Кто-то ставит живую елку, кто-то ставит елку искусственную, кто-то делает своими руками гирлянды или игрушки вместе с детьми. Ведь украшение своего дома и атмосфера праздника, она объединяет людей. И мне бы хотелось пожелать, чтобы у каждого сегодня было время и возможность со своими детьми украсить свой дом, вырезать поделки, украсить елочными шарами не только елочку, но и игрушку, свою комнату, сходить с ребенком в храм, сходить с ребенком для того, чтобы поздравить бабушку, дедушку, потому что это тот период времени, когда нужно людям дарить радость. И, конечно, если человек будет уделять больше времени именно конкретной игрушке или конкретной той рыжей прекрасной собаке, забывая о смысле этого праздника, то это не есть хорошо. Это неправильно. Когда ребенок может не заметить даже дужу елку, но будет просить мамы с папой, символ Нового года, о котором ему, возможно, сказали не совсем корректные сведения. И, кстати, все-таки возвращаясь к вопросу, опять же, о встрече Нового года и Рождества. Дед Мороз и Николай Чудотворец. Все-таки много родителей спорят на эту тему. Вот ваше мнение? Мое мнение, чтобы ребенку, ребенку должны объяснить, что все-таки Господь посылает каждому родителю все по своей любви и милости. Святитель Николай в истории церкви, в истории русского человека, всегда являлся тем чудесным святым, который дает людям возможность в трудную минуту реализовать те свои или иные материальные задачи. Он помогает не только деньгами и молитвой, но и творит чудеса, когда люди живут в нищете или лишены какой-то радости. И если ребенку воспитывается, что Господь через святителя Николая посылает новогодние подарки, то в этом нет ничего плохого. Но ребенок должен конкретно знать о том, что все управляется Господом через Его великих людей, святые люди, которые жили на этой земле и которые сейчас предстоят пред престолом Божьим. И мы совсем недавно отмечали этот удивительный праздник в соборе Николы Белого. Зимний Никола, как его принято называть в народе, это наш престольный праздник. И, конечно, если родители в преддверии Нового года упомянут имя этого святого, и ребенок будет знать уже с детства, что это тот человек, который может дарить радость людям в этот новогодний период. Я думаю, что это будет здорово, но об этом нужно грамотно сказать и изучить эту тему, прежде чем ребеночку рассказать о святителе Николае. А все-таки как правильно это сделать? Вот совет родителям. Совет родителям, конечно, нужно почитать житие святителя Николая. Что это за святой, как он жил, что он был защитником православия, защитником веры, что он исповедовал святую Троицу и не дал ее опозорить. Что это был тот человек, который не дал вдовцу, который имел жен, который, прошу прощения, дорогие телезрители, который имел дочерей, выдать их замуж не совсем корректным путем. То есть это тот человек, который всегда старался, чтобы жизнь обычного человека была наполнена служением Богу, чтобы не переступить Божий закон. И здесь, когда ребенку об этом нужно рассказывать, нужно обратить на внимание именно те благочестивые моменты служения людям, что это был тот человек, который служил людям. И по сей день, будучи на небе, также продолжает нести свое попечение. А почему именно в этот праздник именно Николай Чудотворец дарит детям подарки, а не какой-либо другой святой? Потому что память святителя Николая предверяет праздник Нового года. И все-таки должно быть ассоциативный ряд для ребеночка. Допустим, в Греции это Василий Великий, память которого совершается именно в этот период. И здесь очень важно, чтобы у ребенка тоже была ассоциация. Тем более советский период, который воспитал очень многих на Деде Морозе, его тоже нельзя вычеркнуть из жизни. История российского государства, советского времени. И, конечно, здесь должно быть и для ребенка понимание, что это именно тот старец, благочестивый, светлый, который дарит людям радость. Все-таки встречаются семьи, где на Новый год, 31 декабря, на 1 января, детям дарят подарки Дед Мороз, а уже на Рождество Николай Чудотворец. Все-таки правильно это? Допустимо православие? Я думаю, что допустимо, чтобы ребенок был окружен любовью. В этот святой день. Если он видит на новогодней елке у себя в садике этого человека, приходящего с мешком, подарков со снегурочкой, ему читаются стихи, поются песни, водятся хороводы. Зачем ребенка лишать детства? Лишать той радости, которая рядом с ним? А уже придет время, каждый из родителей ему грамотно и достойно даст ответ, что это был счастливый период в его жизни. Я рос, будучи ребенком, на Камчатке, во Владивостоке, и скажу, что жизнь была непростая. И тот садик, в котором я также воспринимал ту сказку, принял радость. И я благодарен этому времени. Возможно, оно было не совсем сопряжено с традициями Русской Православной Церкви, но в то же время это были те положительные эмоции, которые помогли еще тому ребенку воспринять служение ближнему, что любой праздник — это отдача. Ведь мы, когда готовим праздник, мы жертвуем своим временем, деньгами, мы жертвуем своими силами, чтобы подарить радость. Если это форма служения, и она воспитывает ребенка, я думаю, что ничего плохого в этом нет. Но в то же время нужно всегда общаться с ребенком и говорить ему, что есть разные стороны жизни, чтобы он был к этому готов. В том числе и о его детстве. Помимо празднования Рождества Христова, помимо крещения, да, впереди еще и крещение, очень многие родители, особенно в том числе и маленькие, где здесь задаются вопросы, можно ли их окунать в проруби, полезно ли это или вредно. Хотелось бы сказать нашим дорогим телезрителям, что погружение в прорубь в эту Святую Ночь не является самой целью этого праздника. Цель праздника переступить порог храма. Процедура закаливания, правильно? Причастна именно к празднику явления Святой Троицы, что Господь через крещение даровал возможность человеку жизни в Царстве Небесном, воды Духа Святаго. А те люди, которые не идут в храм, но ждут эту ночь для снятия с себя грехов, и порой это происходит не всегда в трезвом виде, то это подобное язычество, когда люди, забывая о Боге, ищут стихию для снятия своих наболевших за этот год грехов и нехороших поступков. Забывая о Боге, о Творце, который в этот день освещает воду своей благодатью и показывая смысл жизни, что смысл человека именно со Христом. И когда люди это не понимают, очень печально, что они, прежде чем окунуться туда, не заходят в храм. Если человек хочет окунуться в эту ночь, у него есть и спортивный интерес, и внутреннее убеждение быть причастным именно посредством погружения в холодную воду, это его личное соглубодело. Но оно не имеет отношения ни к вере, ни к христианству. И это та процедура, которая, как правило, в сегодняшнем обществе перекрывает самое главное. И когда общаешься с человеком и говоришь о том, что он не причастился, он не попросил у Бога прощения грехов, он не попросил у своих родных и близких прощения. Но почему-то он считает и убежден, что именно посредством погружения в холодную воду Господь простит ему все его прегрешения. Считается ли правильно? Ведь в эту ночь именно многие думают, принято считать, что вся абсолютно вода, в том числе и дома, и ключевая, становится святой. И этого достаточно. Действительно, в эту ночь происходят невероятные химические, в том числе, процессы с водой. Есть прекрасный фильм про живую воду. Ее сняли относительно недавно. И в этом фильме показана пробы воды, взятая из разных источников в эту крещенскую ночь. Это чудо, которое не могут никаким образом сегодня сказать и химики, и физики, какая кристаллическая решетка у молекулы воды в этот период времени. И мы все прекрасно знаем, что вода не цветет, она всегда свежая. Мы ее благочестиво храним у себя дома и всегда потребляем натощак для поддержания душевных и телесных сил. И мы должны также понимать о том, что святая вода является великой святыней. и нужно воспитывать благочестие, как мы принимаем ее. И самое главное, когда человек идет за водой в храм, он должен помнить, что капля освещает море. И смысл быть причастным к этой воде касается каждого. Когда мы берем большие канистры, большие баки, расталкиваем всех, начинаем роптать в очереди, забывая, зачем вообще мы пришли в храм. Здесь, конечно, у нас, как у священнослужителей, всегда есть скорбь и хочется только людям дать радость от этого праздника. А нам порой приходится успокаивать людей во время богослужения, что они не могут тихонечко с любовью, с благочестием подойти и набрать воды. Потому что люди пытаются количеством заменить качество. А как правильно принимать святую воду в благочестие? Особенно это касается праздника Крещения. Потому что принято считать, что именно в этот день вода становится особенной и ее свойства даже лучше, чем святой воды в обычные дни освященные. Правда ли это тоже? Свойства воды или, как принято, очень много говорить, благодать. человеку тяжело и невозможно ее измерить. Какая вода сильнее, как спрашивают, в Богоявленская в Сочельник или в Крещенскую ночь или с обычного молебна. Все зависит от внутренней силы человека, от его веры. Если человек с верой вкушает эту воду, то она будет давать ему силы душевные и телесные. Но если человек не понимает значение праздника, если человек не понимает, для чего ему нужно столько количества воды употребить внутрь, то, к сожалению, сколько бы он ее не выпил, его физические, душевные свойства останутся тем же. Поэтому для принятия святой воды необходимо иметь внутреннее состояние любви к ближнему, к Богу, попросить прощения у своих родных и близких и с молитвой сделать несколько глоточков. Наш эфир, к сожалению, уже подходит к концу. Отец Игорь, поздравьте, пожалуйста, наших серпуховичей с наступающими праздниками. Дорогие братья и сестры, от всей души, от всего сердца поздравляю вас с наступающим новолетием, Рождеством Христовым, Богоявлением. Хотелось бы пожелать, чтобы эти дни вы провели со своей семьей. У вас была возможность посетить Церковь Божию, очистить свою душу и чтобы всегда в вашей душе был мир, радость и свет Божий освящал ваши труды на благо нашего Святого Отечества. С праздником, дорогие братья и сестры! Вы смотрели программу «Диалог со священником». До новых встреч! Всего вам доброго! С наступающими вас праздниками! Спасибо, Ирина! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова